Привет! Начну издалека. Наша страна состоит из субъектов Федерации, областей и двух городов. Области состоят из муниципальных районов и городских кругов. Районы, в свою очередь, состоят из сельских и городских поселений. И уже поселения содержат населенные пункты. Границы всех этих единиц рано или поздно должны быть нарисованы, и выльятор отслеживает, что есть и чего нет. В этом ролике я расскажу, как рисовать границы поселений, но границы районов рисуются точно так же. Источник границ у нас – публичная кадастровая карта. На ней нарисованы границы примерно у половины областей. Если вашей нет, то придется подождать. Возьмем Брянскую область, Севский район. Он находится примерно у границы с Украиной. Загрузим краешек взрослым. И подгрузим все остальное. Затем запустим загрузку всех отношений, содержащих линии границы. Мы будем делить все линии на части. Если не подгружать отношения, то они будут разорваны. И мы сломаем кучу границ, включая границы России и Украины. Отлично. Теперь нужно подключить подложку кадастра. В настройках во вкладке ВМС нужно добавить кадастр с названием «Кадастр» и вот такой вот ссылкой. Но она у меня уже добавлена, поэтому я не буду. Увеличиваемся примерно до 500 метров и добавляем снимок кадастра. Скорее всего, эта подложка немного смещена, метров на 40. Приверяется это так же, как для спутниковых снимков. Сначала загружаем треки откуда-нибудь из центра района. И включаем подложку космоснимков. Привязываю ее уже по трекам. Теперь треки нам уже больше не нужны. А кадастр привязываем по космоснимкам. Границы кварталов почти всегда идут по видимым линиям. Каналам, кромке леса, дорогам. Как видно, здесь уже нам повезло, и подложка вполне привязана. Убираем ИРС. И смотрим, что у нас с границами района. А с ними не все хорошо. Границы рисовались по старой версии карты, когда точность была невелика. Поэтому первый шаг – увеличить их точность. Для этого очень хороший плагин Improveway Accuracy, который написал Саша Качкаев. С ним очень просто точки перемещаются и добавляются новые. Вот. Примерно так. Границы поселений, к сожалению, чисто по кадастру и нарисуешь. Слишком много шума. Поэтому нам нужна схема. Проще всего их искать в Википедии. Первая ссылка – это администрация Брянской области. Нам повезло. На сайте есть схема территориального планирования. И в этой схеме есть непосредственно сама схема. Откроем ее для справки. В частности, Севский район, который мы рисуем. И теперь процесс простой. Достаточно увеличившись, ищем соответствие между линиями кадастра и линиями на схеме. И обрисовываем. Слой кадастра лучше затемнить, чтобы не мешал. И да, чем подробнее, тем лучше. Судя по схеме, здесь граница раздваивается. Продолжаем рисовать, нажав Alt. Это сделает новую линию. А позже можно будет несложно вернуться и дорисовать ту границу. И таким образом рисуем все границы. Без тегов, просто линии. Дойдя до границы района, эту границу желательно разбить, чтобы потом было проще составлять мультиполевом. И вот все нарисовано. Теперь из этой массы нужно сделать отношение границ. Вот панель модуля Relation Toolbox. Проверяем, что включен режим рисования границ. Подключили. Выделяем линии поселения. Забыли разбить. Обычная ошибка. И жмем создать мультиполигон. Вводим уровень границы, он восьмой. И название поселения. Смотрим на карту. Для 212 номера это доброводское сельское поселение. На линиях стоят теги Boundary Admin Level. Это задается параметром Добавить атрибуты. И в отношении стоят все нужные теги. Теперь создаем все остальные поселения. Добавить атрибуты. Для городского поселения на всякий случай копируем код из валидатора. На случай, если оно не сопоставится. Этот код записывается в параметры OCTMO User. Все. Почти готово. Но только у поселения нет административных центров. В валидаторе административные центры написаны. Их названия почти всегда совпадают с названием поселений. Пробуем их найти. Вот Новоемское сельское поселение. Вот его центр. Ну и разумеется, Севск является центром Севского городского поселения. Ну, вот и все. Теперь жмем загрузить. Проверяем, что наших ошибок здесь нет. И загружаем. Это долгий процесс. И скорее всего будут конфликты по границе России. Потому что ее правят постоянно. О, повезло. Все, границы в базе. И завтра мы увидим их в валидаторе. Если будут ошибки, опечатки, например, можно будет починить. Приятного обкладывания.